Мне кажется, Белоруссии для Лукашенко, для того, чтобы втянуть его в войну, мне кажется, тут тоже какое-то играло значение, ну, некий, так сказать, победный марш российских войск, вот хотя бы там Северодонецк, Луганск, и отчасти можно было связать это с тем, что Москва пытается сказать, ну вот же, видишь, мы же наступаем, мы же вот, нам нужны еще небольшое усилие, и вот войска Белоруссии, так сказать, вооруженные силы Белоруссии, могут вот эту гирьку на весы, значит, швырнуть, если мы ударим в самый тыл, что называется, в самое мясо, значит, ВСУ, значит, Украина, тогда с севера, повторим этот спорт, вот, и таким образом обеспечим изменению в целом ситуации и, возможно, добьемся успеха. То есть это тоже должно было произвести впечатление на того же Лукашенко, которому определенно выкручивают руки, и он что-то изображает, говорит, там, угрожает и так далее, а по сути ничего не делает. Ну вот, а насколько, в принципе, вот, для Лукашенко могло бы быть иметь значение, что, а вот Россия вроде как компенсирует свою потерю, значит, в Киевской области, там, Чернигов, Сумы и так далее, ну, там, Харьков, это отдельный вопрос, а значит, тем, что вот сейчас компенсирует это победами на Востоке, и значит, ну что же, почему бы и не присоединиться к этому всему? Ну, такая кривая логика, ну, она вполне может работать. Ну, знаете, я всегда говорил, что Лукашенко намного хитрее, намного опытнее, чем Путин. Он не дурак. Он прекрасно понимает, что одна агломерация Лисичанск-Северодонецк не стоит тех четырех областей, которые потерял Путин на севере Украины. Это первый момент. Второй момент, вы абсолютно правы в том, что Лукашенко создает огромный индустриальный грохот, такой же Ашуши закладывает, но реально нифига не делает. Ничего. Ничего. У него практически получается, что у него нет войска для войны. У него есть там до 25 батальонно-тактических групп из контрактников. Это все, что он может выставить на сегодняшний день. Остальное войско у него призывное. В обществе превуалируют антивоенные настроения. Я не скажу, что белорусы за нас. Нет. Они пророссийски настроены все-таки. В большинстве своем. Но они против войны. Они не хотят, чтобы страна ввязалась в войну. Они же видят, что у нас происходит. Как бы там ни было. И теперь он... Мобилизацию он продинамил. Все так смотрели, смотрели. 35 тысяч мобилизованных. Где они? В результате раздали повестку и сказали, позвоните в военкомат или придите, отметьтесь с документами. Они пришли, отметились, их отпустили всех домой. Нету мобилизации. Путина начались проблемы с боеприпасами. Что, Лукашенко? С того вагона. Забирайте. Все, что надо. Да, все забирайте. Без этого ведь выживать нельзя. Да. А потом он скажет, а чем я стрелять буду? Вы же забрали все боеприпасы. Вот в этом плане. И самое главное, его политическое заявление, вот это крайнее, по поводу того, что первым пунктом он, ну я бы так сказал, подтвердил свою приверженность. Как он сказал? Правда на стороне России. Мы это понимаем. Да. Но вот мы будем защищать спину русского солдата. То есть он четко дал понять Путину еще раз громогласно, что белорусская армия будет стоять за спиной российской армии. Но воевать, я думаю, что она не будет. И как он болезненно отреагировал на предложение помочь Таджикистану? Ну да, да. Казал, что не-не-не, ребята, мои войска никуда не поехали. Ну он же, кстати, и в Сирию отказался. Хотя тогда, это год назад где-то было, когда первая была попытка собрать контингент. Говорили, что там до двух тысяч он может отправить. А потом он подумал и сказал, нет, в Сирии не наша война, мы не поедем. И действительно белорусская армия не поехала в Сирию, кроме тех, кто пожелал подписать контракт там и поехать туда, наемников. Так что, мне кажется, в Белоруссии ситуация в принципе понятная. Да, она напряженная. Мы не можем, к сожалению, снять войска, потому что из-за вот этих громогласных, точнее из-за вот этого индустриального грохота и лязгания гусеницами вдоль нашей границы. И это для нас самое плохое на сегодняшний день. Но говорить о том, что завтра все-таки Лукашенко додавят, нечего давить. Он делает все, чтобы развалить и не создавать ударную группировку войск. Лукашенко додавят, нечего давать.